Здравствуйте товарищи! Совсем скоро у нас обновляется боевой пропуск. А это значит, что часть оружия и техники, которые в него продаются, пропадут из магазина. В этом ролике мы посмотрим на то, что удаляется и что стоит из этого прикупить. На экране вы видите список всего, что удаляется по всем фракциям. Удаление старого оружия произойдет 29 мая, так что у вас есть время подумать. Не забудьте поставить лайк, подписаться и оставить комментарий для продвижения. Приступим! А начнем мы с гушеного набора СССР, набора винтовки Мосина с гушителем и револьвера Нагана с гушителем. Я не знаю зачем она может вам пригодиться. Оружие не имеет смысла от слова совсем. Обычная болтовка, только с пониженным уроном и с замедленной скоростью полета пули. Пострелять с нее неудобно, вот у меня даже был полный обзор на нее. А Наган гушеных вообще по-моему от обычного ничем не отличается. Правда сам Наган является сомнительной пушкой, ухудшать его еще дальше было вообще клиникой. Зачем это вам? Забудьте об этом как страшный сон. Следующий на очереди, бесшумный набор США. Бесшумный М3 Крисган и пистолет Белрот МК-2. И то и то опять же не имеет смысла. Вы получаете ухудшенную версию пистолета пулемета из прокачки со второго ранга. Пистолет? Интереса тоже не представляет. По эффективности боевой он хуже даже Нагана. Ну только если вы большой любитель всякого разного для коллекции купить, но я бы не стал. Я говорил про этот пистолет в обзоре про Делизл, можете посмотреть. А далее у нас по списку легкая винтовка Смит Вессон, тоже США. А это уже поинтереснее. Некий такой аналог командир карабина, только за золотую заявку. Но зато с адекватной скорострельностью, прицелом не очко и увеличенным магазином. Очень близко к КВП, если вы помните о такой пушке у Советов, которую выводили в прошлом моем пропуске. Мне лично оружие нравится. Конечно, не настолько, чтобы прям вас желал его. Но если вы собираетесь надолго задержаться на втором ранге США, стоит задуматься о покупке парочки таких винтовок. А на очереди у нас Германия. У нее удаляется артиллерийская модель Люгера. Ставится в слот пистолета. Обычный Люгер, только на 32 патрона. Выглядит интересно. Не зря то, что он лучше других пистолетов, большого смысла в нем тоже нет. Потому что пистолет это оружие последнего шанса, большой эффективности ее за собой не несут. Но хотя оружие прикольное, об его покупке можно подумать. И последнее, что у нас удаляется из оружия. Верета 19-17-30. Прекрасный карабин под пистолетный патрон. Ставится в слот самозарядки, а значит почти никому бойцу. Опять маленький урон, но при этом адекватная скорострельность. 480 выстрелов в минуту. Магазин на 25. Но это прямой аналог КБПшки. Надо даже чуть получше быть Смитвейс, о котором мы говорили чуть раньше. Если вы собираетесь долго играть на немецком лоуранге, вот ее стоит купить. Оружие достояно вашего внимания. А теперь пройдемся по технике. Для тех, кто не в курсе, покупка техники за золотую заявку означает, что вы просто покупаете такую же машину, как ветки прокачки, только с каким-то камуфляжиком и улучшенную максимум звезд. Поэтому в первую очередь здесь я буду оценить эффективность этой техники на своих рангах. Потому что внешний вид меня забудет меньше всего. Начнем с США. Первая машина. Крант МК-1. По-моему, оно не надо. Ну вот, серьезно, вот это ядро. Я не знаю, кто на нем играет. Мне хватило обзора на советский аналог в виде М3D. Это не танк. Забудьте по нему. А вот дальше у нас идет А-20 Г-25. Вот это уже поинтереснее. Очень хороший самолет. Наверное, в нынешней мете даже лучший американский самолет в игре. Все же 4 бомбы по 250 килограмм. О покупке вот этой машины стоит призадуматься. Теперь учить немцев. У них есть тут ПЗ-4Е Призрак. Честно, мне сам танк не очень нравится. Но 75 миллиметров, даже короткоствольные, на втором ранге это аргумент. Чтобы пофармить пехоту и поджигать некачественных советов, самое то. О покупке этой машины можно подумать. Самолетик. Кивульф 190 Т-12. Честно, мой любимый самолетик до объединения. Это красная пузика. Это от сброса с ковра 50-ок, а потом 250 килограмм. Эти пушки, позволяющие кошмарить любого. Но нужно учитывать, что фоккевульф занимает слот бомбардировщика, а не истребителя. А в таком ключе, ЖУ-188 все еще лучше самолет игры. Штук 3. Я даже говорить ничего не буду, это САУ. Слабая САУ, забудьте о ней. Все. И БФ-110Р2. Как бы самолет сам по себе хороший в вакууме. И пушки есть, и пулеметиков куча. И достаточно быстрый. И сброс 2 250 килограмм. Но он находится на третьем ранге. А на втором ранге уже есть штуки из прокачки. И зачем он вам нужен? Если сильно любите полетать, играть на третьем ранге, можно и подумать о покупке. Но это уже совсем на любите. На этом у меня все. Не забудьте подписаться и поставить лайк. А также оставить комментарий для продвижения ролика. В описании ссылочки на мою группу ВКонтакте и Дискорд сервер. А также на фанатский телеграм-канал по игре. До связи, товарищи.